Традиционная рубрика ответы на вопросы, который выступает от подписчиков твоего официального паблика ВКонтакте. И вопрос в этот раз следующий. Приветствую. Почему вы тренируетесь в таком зале? Я не говорю, что он плохой, но не лучше было бы для атлета про-уровня тренироваться в зале с большим количеством оборудования? Для проработки мышц под разными углами и так далее. Если взглянуть на западных атлетов, то они работают в огромном разнообразии железа. Не это ли ключевой фактор для качества, глубины и прорисовки? Мне кажется, вы бы улучшили свою и так отличную форму, если бы тренировались в зале, где куда больше оборудования. Интересно ваше мнение по этому поводу. Спасибо за внимание и успехов вам, Александр. Вы знаете, на самом деле, на первый взгляд, кажется, это очень простой зал. Но если копнуть глубже, то я еще могу, наверное, поспорить, где больше всяких разных углов и где больше всяких разных приспособств, и что можно придумать в этом зале. Причем по одной простой причине, что на тебя не будут смотреть как на идиоты, когда ты что-то экспериментируешь, что-то делаешь. Здесь все под моей рукой, здесь все под мою властью, здесь разного уровня ручки, те, которые, я не знаю, какие залы с большим количеством оборудования могут подоставить такой ассортимент ручек, которые есть у меня здесь. Это во-первых. Во-вторых, те тренажеры, которые здесь поставлены, они все были спроектированы именно под силу. Во многих тренажерах, во многих залах мне просто-напросто даже не хватает весов для того, чтобы тренироваться. Я не говорю про хаммер стрейч, я говорю про именно про плиточные тренажеры, которые на ноги, на спину, особенно на спину, да, на спину практически всегда, начинаешь уже со всех плиток, вешаешь сверху гантели, но это тоже не всегда есть хорошо, неизвестно, рассчитанный тренажер на это или нет. Поэтому найти действительно качественное, профессиональное оборудование, ну не так, во-первых, и просто. Я беру оборотку хаммер, хаммер, конечно, действительно очень сильные такие тренажеры, такие серьезные. Но опять же, там заложен угол, и если, например, мне ничем плохо, у меня длинный рычаги, мне не очень удобно делать на тех тренажеры, которые не меняют конфигурацию именно по хвату. И тем самым это приходит определенная зажатая техника. В моем случае это не хороший показатель именно хорошей проработки. Мне нравится больше быть расслепощенным и концентрацию в движении уловливать самому. Этот зал, в котором я тренируюсь, он позволяет мне это делать. А с точки зрения других атлетов, я вам так скажу, что Ронни Коуман тоже тренировался почти в таком зале, только в американском стиле. Дориан Ядс тоже тренировался в таком зале. И не было никакого пафоса, и не было ничего. Все качались именно в подвальных качалках, типа того. Смотрите видео, Дориан Ядс. Саша, у тебя есть возможность заниматься в таком зале. В Санкт-Петербурге, насколько рынок показывает, таких залов как раз не хватает, наверное, для тех, кто действительно увлечен бодибилдингом. Были ли какие-то мысли о том, чтобы ввести в массу такой формат? Были мысли. На самом деле, знаете, все зависит от того, если на это будет потребность и будет на это спрос, чтобы действительно организовать такого плана зал. Но я готов, наверное, заняться этим вопросом чуть попозже, когда мой темп немножко снизится, да, и будет время для того, чтобы действительно организовать трудоемкий процесс. Но на самом деле, я думаю, что для ребят, которые действительно хотят покачаться, а не прийти в фитнес-зал, действительно просто... То есть есть два понятия. Есть фитнес, есть жесткая качалка. Просто мы его разделяем. И то, и то, это хорошо. Да, вопрос в том, что вы выбираете вы. Во всех фитнес-залах очень хорошие уфтрофтера, которые могут понять, помочь и объяснить, как нужно тренироваться, какие движения нужно выполнять, да. Но есть именно жесткая качалка, когда неважно, в чем вы одеты. Важно, чтобы вам было удобно и важно то, что с тренировки вы должны уйти с максимальным наполнением мышц. Это уже больше качалки, а не фитнесу. Поэтому вопрос, если действительно это будет пользоваться популярностью и действительно народ к этому будет тянуться, то, в принципе, как говорится, пишите комментарии. Действительно, если вам это, ребята, нужно, мы будем выплачивать эту жизнь. Спасибо большое. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова